Всем привет, 140 выпуск ежедневного марафона, ежедневных видео, что это за день. Сегодня 21 апреля 2015 года, вторник. Сегодня так же холодно, как и вчера. Я даже дома замерзаю и сижу. А вот только что посмотрел за окно, то в снег пошел. Так вот, оделся, хочу пойти посмотреть на тот снег поближе. Он там совсем маленький падает. Сейчас засниму. Короче, пока я вышел, уже снега нету. Пока одевался, пока камеру искал. Батарейку поменял, потому что батарейка севшая была. Ну и х** всем снегом. Мне уже так х**ала эта холодная погода. Уже без... скоро лето. Где-то сраное солнце. Тепла хочу. Решил, конечно, сделать такую вот большую пиццу. Есть заготовка одна. Итак, из чего я делаю пиццу? Ну а пиццу делаю с того, что есть в холодильнике. Сыр есть, это хорошо. Цыбуля есть, тоже пойдет. Майонез есть. Два кетчупа. Так, это глима, по идее, кетчуп. Горчица. Так. Какие-то... Сосиски, сардельки. И все. Холодильник пустой. Это цыбуля еще. Ииии... Ииии... В принципе, да. Оооо, у меня идея. Я когда-то ел пиццу с яйцом. В натуре. Сделаю пиццу с яйцом. Только для начала яйцо надо пожарить. Итак, сначала, наверное... Помою руки, наверное, сначала я. Так, нужна тосточка. Тосточка есть. Ножик. Сразу положить на тарелку. Для микроволновки. Итак, чтобы оно сухое не было, ее надо сначала хорошо промазать. Промажу я кетчуп, майонез, горчица. Так, горчица. Я, в принципе, остренькую люблю. Так что, мне будет нормально. Надо одно, что какой-то более широкий найти. Который он давно будет мазать. Так, и майонеза. Какое майонезо? Это был кетчуп. Смотрю на майонез. Поливаю кетчуп и говорю майонез. Какой густой. Я мажу сразу, чтобы оно чуть-чуть постояло, чтобы оно пропиталось. Потому что этот блин, заготовка под пиццу, очень сухой. А так я намажу, потом буду яйцо жарить. Пока яйцо пожарится, может, оно пропитается. Так, колбаска потом. Еще можно на низ сырка положить. Тоже немного. Конечно, я знаю, яйцо для пиццы надо жарить помидором. Со свежим помидором. Ну, у меня свежего помидора нету, так что, просто пожарим яйцо. Итак, жарим яйцо. О, нормально. Красота нам не главное. Оно уже, кстати, готовое. Какая классная сковородочка, до которой она не пригорает. Так, теперь это яичко выкладываем по центру нашей пиццы. Да, наверное, надо было два яйца жарить. Сардельку возьмем. Так, короче, все набрасываем. Сыр это набрасываем. Цибулю нужно потом, потому что пока она в микроволонке попечется, она будет очень вкусная. Так что, цибулю на потом оставим. Кетчупа. Мне кажется, мяса мало. Каких-то маленьких сосисек добавим. Думал добавить чеснока, но какой-то уже гниловатый, сухой. Засыхать уже начал. Ну, ничего, добавим. Итак, это все. Майонез и цибулю я уже потом буду. Ну что, закрываем. Я думаю, тут 3 минуты хватит. Если не хватит, потом еще добавлю. Трех минут мало. Сыр еще не расплавился. Давайте еще 3 минуты. Итак, достаем нашу пиццу с яйцом. Ого, какой запах стоит. Чесноком несет как. Кидаем чуть-чуть цибульки. Чеснока, наверное, было много. И полить теперь кетчупом. Блин, каким кетчупом? Майонезом. Заговариваюсь постоянно. Вуаля! Пицца с яйцом готова. Всем приятного аппетита. Кошмар, чесноком несет. Ух! И самое главное, чтобы она была намного вкуснее, ее нажать перед компом. Чтоб клава вся была в майонезе. Мышка была в майонезе. Иначе весь вкус этой пиццы вы не оцените. Сейчас какую-то сериачку надо интересную включить. И можно будет приступать к поеданию. Не побоюсь этого слова. Этого шедевра! Короче, я не знаю, как ее хавать. Она такая большая. Взял салфеток. На всякий случай, если я запачкаюсь. Думал, целиком есть. Но она... Ее уж поднять нельзя. Сейчас попробую разрезать. Так. Что-то получается. Так. Сейчас будем заценивать. Пицца с яйцом. Обалдеть, жрать можно. И заготовка пропиталась. Мягкая, не сухая. Так, второй кусочек. Попал за кусток горячицы какой-то. Слезы потекли. Фух, два кусочка, конечно, я осилил. Остальные полпиццы на потом оставлю. Я еще проголодаюсь. Я еще по ночам жрать люблю. Да. Итак, напоследок вставка маленькой моей рубрики, которую я веду. Где я участвую в конкурсах, которые устраивают различные группы ВКонтакте. И вот очередной конкурс. В этом конкурсе можно было выиграть iPhone 6 на 64 гектара. Этот конкурс проводила какая-то группа с Белоруссией, как я понял. Которая занимается продажей портфелей, рюкзаков. Результаты этого конкурса обещали выложить вчера, вечером, в 8 часов. Но в 8 часов результата не было. Написали, администрация группы задерживается. Отлаживаем на час. Через час написали, отлаживается еще на час. А еще через час написали, отлаживается на утро. Утром написали, отлаживается на полчаса. Потом отлаживается до двух дня. И потом отлаживали, отлаживали. И результаты конкурса только выложили сегодня вечером. Короче, тянули как могли. Тянули до последнего. Выжимали все соки с данного конкурса. Чтобы было больше подписчиков в группе. Как говорится, чтобы было больше рекламы. Ну, понятное дело, мы не выиграли. Что не так важно. А вот что меня очень добивает в таких конкурсах, сейчас расскажу. Вот в нормальных группах, когда делают конкурсы. Когда приходит время объявлять победителя. Когда делают, типа, через какой-то рандом выбирают цифры. Они запускают на ютубе онлайн трансляцию. И через онлайн трансляцию всю эту процедуру делают. А вот такие вот забитые группы, типа этой забитой группы. Записали видео втихаря. Загрузили вконтакт. Закрыли комментарии. И все. Такое видео можно сделать нефиг делать. Туда можно любого участника впихнуть. Любую цифру впихнуть. Что угодно впихнуть. Короче, в тех группах, где немал онлайн трансляции при объявлении победителя. То, скорее всего, что там полное разводилово. Они эти подарки либо отдают фейковым контактам, которых не существует. Сами создают какой-то контакт. Его выбирают победителям. Либо своим друзьям отдают. Либо вообще не отсылают. Ссылаются непонятно на что. Короче, участвуйте только в тех группах, где есть онлайн трансляции. Всем удачи, пока.